Как понять, что у отношений нет будущего? Она собирается на свидание и уже гладит фату. Ты только на свидание идешь? Не надо гладить фату. Понимаете, она увидела мужчину, уже влюбилась, уже придумала имена детям. И сложно очень в себе внутри признаться, что я его не люблю. И она считает, что путь к ее счастью – это развод. Обязательно нужно разводиться. Я поняла, что он слабый, он нищеброд, он вообще там не соответствует. Не возлагай на него большие надежды, не зацикливайся на нем, и не пытайся из слабого мужчины или из тирана сделать хорошего. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. И пиши в комментариях твое мнение на этот вопрос. Возможно, какие-то ситуации тебе будут знакомы из твоей жизни или из жизни твоих подружек. Первое. Ну, если ты сейчас в отношениях и задаешь такой вопрос, наверное, скорее у отношений действительно нет будущего, чем есть. Да, ну, наверное, странно, женщина, которая находится в нормальных отношениях, она задает такой вопрос. А есть ли у нас будущее, вот у наших отношений, как понять? Наверное, женщина, которая удовлетворена отношениями, она не то чтобы не задает такие вопросы. В принципе, такие вопросы залетать в ее светлую головушку не могут. Дальше. Знаете, тоже я наблюдаю, те девушки, женщины, которые задают такой вопрос, зачастую им кажется, что у них есть отношения. А на самом деле у них отношений нет. И вот буквально сегодня на разборе в Instagram была учительница, говорит, Растал, ты знаешь, у нас были на расстоянии там что-то с мужчиной, как она назвала отношениями. А потом я, что-то там, мы расстались. Я говорю, в смысле, а можешь объяснить, как это произошло, что у вас было что-то на расстоянии, и вы расстались? Она говорит, ну, я имею в виду, мы закончили общаться. Я говорю, да все правильно. У вас же и не было отношений, да? То есть по моей, так сказать, концепции, один из важных критериев отношений действительно, это когда мужчина и женщина живут вместе. Если у вас какой-то конфетный период, и ты говоришь, а есть ли будущее у наших отношений? А как может быть будущее у отношений, которые по факту на сегодняшний день отношениями не являются? Понимаешь, да? То есть будущее у отношений, это касается только того, когда отношения уже есть. Если они есть, но если отношений нет, или что-то есть, какая-то пародия на отношения, то говорить про какое-то будущее, это знаешь, как тоже есть шутка в Instagram эфирах у нас, это как гладить фату заранее. То есть она собирается на свидание и уже гладит фату. Ты только на свидание идешь? Не надо гладить фату. Свидание, это еще, ну, понимаете, она увидела мужчину, уже влюбилась, уже придумала имена детям. Не нужно заранее этого делать. И считать отношениями то, что не является отношениями. Если у вас конфетно-букетный период, прекрасно. Если мужчина ухаживает, дарит подарки, вы прикольно проводите время на выходных, супер, это классное время провождения на выходных. Но это не отношения. Следующий момент, когда же нет будущего у отношений, это когда, часто я такое вижу, когда женщина задает тоже какой-то вопрос. Я вижу, знаете, мне хочется спросить, а ты вообще... И она там говорит, вот мой муж, мой мужчина, она там то, то, то. И знаете, есть, когда женщина вроде бы критикует мужа, но по ней видно, что она его любит. А есть такая, которая что-то там говорит на мужа, и по ней же видно, что она не любит его. И зачастую женщинам очень сложно признаться себе в этом. Особенно, когда есть ребенок, особенно, когда есть двое детей, уже много общего, какой-то быт, там, недвижимость, да, что там, может быть, даже бизнес общий. И сложно очень себе внутри признаться, что я его не люблю. И не то, что я его... Одно дело, когда я больше его не люблю, а когда женщина себе признается, а я его и не любила особо-то. Да, было что-то там прикольное, но сейчас я понимаю, что... и не любила. И вот тут сложнее всего, есть ли будущее вот таких отношений. Да, есть отношения вот таких... Есть будущее вот таких отношений, когда ты честно себе об этом признаешься, да, и честно себе говоришь, да, но у нас есть дети, у нас есть много общего, и я хочу жить просто с этим человеком гармонично, и мне норм не испытывать, так сказать, к этому человеку любви. Для кого-то так норм, а для кого-то это очень критичная ситуация, в которой женщина жить не может. Поэтому, ну, тебе решать, что какая ситуация у тебя, и я здесь не вправе судить. В больших случаях это сложно, строить будущее у таких отношений, когда женщина честно себе признается в том, что любви-то и не было, и нет сейчас. Следующее, как понять, что нет будущего у отношений. Здесь есть, я бы хотел озвучить, про ложный вывод, когда женщина очень часто такое, что говорит, он нищеброд у меня, он слабый. Я вот послушал у вас бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Кстати, ссылка внизу, если вы его еще не слушали. Крайне рекомендую записаться туда и посвятить себе несколько вечеров. А она говорит, я поняла, он нищеброд. Я поняла, что он слабый, он нищеброд, он вообще там не соответствует. И она считает, что путь к ее счастью – это развод. Обязательно нужно разводиться. Конечно же, я говорю, как специалист, говорю, что нельзя разводиться, что-то бросать, увольняться с работы. Вообще, что-то принимать, какие-то важные решения в жизни на эмоциях или в какой-то жесткой депрессии. Потому что зачастую мы в этом состоянии принимаем неадекватные решения. Особенно женщины, которые еще больше подвержены каким-то эмоциональным решениям на эмоциях. И в половине случаев, когда у нас бывают живые мероприятия, я задаю вопрос. Те, кто проходили путь женщины, нашу основную программу, говорю, слушайте, я, знаете, задаю разные вопросы, интересуюсь. Я говорю, поднимите руку, кто до пути женщины считали, что ваш муж – нищеброд. Ну и поднимает, понятно, много рук. Немало. В следующий момент я говорю, еще поднимите руку те, кто думали, что муж – нищеброд, и вы собирались разводиться, но пройдя путь женщины, все поменялось и все стало классно. И приблизительно половина из тех рук остаются держать. То есть поднимается половина рук из тех, кто собирались разводиться. К чему я это говорю? Что часто женщина тоже может делать ложный вывод, что мой муж недостойный, какой-то не такой, и поэтому я разведусь. Не спеши, и не делай заранее выводов, что там нет будущего. И с другой стороны тоже не возлагай на него большие надежды, не зацикливайся на нем, не пытайся из слабого мужчины или из тирана сделать хорошего, или из слабого сделать достойного, там целеустремленного какого-то. Сфокусируйся на себе. И если будущее в таких отношениях или нет, знаешь, лучше задать себе другой вопрос. А я себе как женщине даю возможность раскрыть свой потенциал? Я себе даю такую как женщине возможность или нет. И когда мне спрашивают, а можно ли изменить отношения, я говорю, что ты понимаешь, что ты не можешь поменять отношения, если ты не можешь поменять себя. Это невозможно. Ты не можешь поменять отношения, в которых ты один из этих людей, из двоих людей, да? ты не можешь поменять отношения, не поменяв себя. То есть, если ты не меняешь себя, а меняешь отношения, значит, кого ты меняешь? Мужчину. Это невозможно. Поэтому, отвечая на вопрос, как понять, что в отношениях нет будущего, один из лучших способов, это задать себе вопрос, как я могу вырасти для себя, как женщина, и принять решение не из этой позиции, в которой я сейчас нахожусь, а с позиции на ступеньку, на две, на три выше. И вот там я точно буду понимать. И знаете, это как, представьте, вы где-то в городе поднимаетесь на вершину, видите весь город. Но если вы идете по асфальту, где-то по тротуару, вы видите, вы смотрите у подножья дома. Вы можете подняться на самую высокую какую-то точку в этом городе, или в самую высокую крышу, и тогда вы видите весь город. Вы видите все сверху, и вам все видно, и все понятно. Вот так же и в отношениях, вот так же и по поводу мужчины. Когда ты вырастаешь, тогда ты видишь картинку такой, какая она есть. Когда ты где-то у подножья, ты видишь только какой-то один контекст, и ты не видишь всей сути, всей правды, всей истины. Поэтому прямо сейчас я приглашаю тебя на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция». Как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, как создавать по-настоящему счастливые отношения, когда 1 плюс 1 равно 11. Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся бесплатно. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и поделись в комментариях твоим мнением на этот вопрос. Была ли ты в таких отношениях, в которых ты заранее понимала, что нет будущего? Уходила ли ты из таких отношений? Было ли такое, что ты уходила из отношений и потом жалела? Возвращалась и все было круто? Или уходила из отношений и это было только к лучшему и ты встречала более достойного мужчину? Возможно, ты поделишься опытом, когда ты была на одном уровне, как женщина, вырастала, и это в корне меняло и отношения, и качество мужчин, и отношения этих мужчин к тебе, как к женщине. Поделись этим в комментариях и до встречи в следующих видео. Пока!